Дорогие друзья, всем привет! Сегодня у нас будет очень красивый и очень вкусный рецепт. Это трендовое печенье cookies, которое сейчас стремительно набирает популярность. Кондитеры пророчат ему огромный спрос, но уже и сейчас прослеживается большой интерес к нему. У меня было просто бесчисленное количество идей для cookies, и я сняла сразу 4 рецепта с совершенно разными вкусами. Самое приятное то, что готовится это печенье за одно замешивание теста. Мы приготовим с вами фисташковое печенье с фисташковым ганашем и малиновым конфи. Очень клубничное печенье с клубничной начинкой и свежей клубникой. Потрясающее печенье с шоколадной крошкой, карамелью и жареным пеканом. И мега насыщенное шоколадное печенье. Каждое из этих печеней безумно вкусное. Давайте скорее готовить. Приготовление начнем с основы для печенья. И для этого понадобятся простые продукты. Это сливочное масло, яйцо и один желток, сахар, мука, разрыхлитель и соль. Начнем с того, что соединим сухие ингредиенты. К просеянной муке добавим разрыхлитель и соль и хорошо перемешаем венчиком. В отдельной чаше будем смешивать сливочное масло вместе с сахаром. Масло должно быть вот такого помадного состояния. Это около 14-16 градусов. То есть оно не холодное, но и ни в коем случае не подтаявшее. Если у вас есть возможность приготовить это тесто в планетарном миксере, то используйте насадку весло для перемешивания. После того, как масло с сахаром смешали, добавляем яйца. Сначала одно яйцо, вмешали его. Затем добавили желток, также вмешали. Температура яиц такая же, как и масло. И получится вот такая масса. Теперь эту массу на весах мы разделим на 4 равные части. И сделаем сразу 4 разных вкуса для печенья. В одну часть добавляем фисташковую пасту. В другую растоплены темный шоколад и какао. И перемешиваем массы до объединения. В третью часть добавляем каплю красного красителя. И также перемешиваем, чтобы краситель разошелся. Последнюю часть оставляем как есть. Сюда мы впоследствии добавим шоколадные капли. Теперь к каждой части нам осталось ввести сухие ингредиенты. Мы знаем их общий вес. Поэтому очень удобно сразу на весах в каждую часть отсыпать нужное количество. И осталось каждую часть объединить с этими сухими ингредиентами. Просто перемешиваем миксером. В идеале насадкой лопаткой и только до объединения. Как только масса начала собираться в ком, тесто готово. Все это делается очень быстро, занимает буквально минуты. Важно, чтобы масло не начало таять. Тесто не должно оставлять жирных следов. Получается пластичное тесто. По текстуре тесто с разными добавками будет немного отличаться. Самым нежным будет с фисташковой пастой, самым плотным шоколадное. И посмотрите, друзья, буквально за считанные минуты мы с вами сделали 4 совершенно разных вкуса для печенья из одной базы. Далее нам снова понадобятся весы. Я рассчитала рецепт по 4 штуки печенья каждого вкуса. И всего получится 16 штук. Я взвешиваю каждый кусочек на весах и сразу делю каждую часть на 4. Из каждой части быстро катаю шарик и расплющиваю его. Но есть важный момент. Я работаю быстро, в помещении у меня прохладно, поэтому тесто не успевает нагреваться, масло не тает. Если вы вдруг видите, что тесто начинает нагреваться, то дайте ему охладиться, а потом продолжайте работу. Перед выпечкой тесто в любом случае нужно будет хорошо охладить и стабилизировать. И мне гораздо удобнее, когда оно уже сразу поделено на нужное количество. Если сначала охладить тесто, а потом все это делать уже с охлажденным тестом, то работать будет сложнее и тесто снова будет подвергаться нагреву. Итак, у меня получились вот такие заготовки. Плотно закрываем их пищевой пленкой и ставим в холодильник на несколько часов. Перед выпечкой они должны хорошо охладиться и стабилизироваться. А в это время приготовим начинки. Начнем с фисташкового ганаша для фисташкового печенья. Нам понадобится белый шоколад, сливки жирностью 33%, фисташковая паста и сироп глюкозы. Начнем с того, что растопим шоколад. Я перекладываю его сразу в стакан, в котором буду готовить ганаш. И короткими импульсами нагреваю его в микроволновке, каждый раз перемешивая. Растапливать шоколад, особенно белый, нужно внимательно, чтобы его не перегревать. И к растопленному шоколаду добавляем фисташковую пасту. В небольшой сотейник переливаем сливки, добавляем к ним сироп глюкозы. И все вместе нагреваем на плите. Сироп глюкозы должен разойтись в сливках. И нагреваем примерно до 60 градусов. Далее этими горячими сливками заливаем белый шоколад вместе с фисташковой пастой. И сначала массу перемешиваем лопаткой. И затем нам нужно очень хорошо объединить ингредиенты между собой с помощью погружного блендера. Должна получиться полностью однородная масса. И теперь ее нужно перелить в плоскую емкость или контейнер тонким слоем. Накрыть пищевой пленкой в контакт с поверхностью. И убрать в холодильник на стабилизацию. Далее приготовим шоколадный ганаш для мега шоколадного печенья. Для этого ганаша нам понадобится темный шоколад, сливки жирностью 33%, сливочное масло и сироп глюкозы. Приготовление этого ганаша аналогично предыдущему. Сначала мы растапливаем темный шоколад. Затем добавляем к нему нагретые сливки вместе с сиропом глюкозы. Перемешиваем лопаткой. Добавляем сливочное масло. И дальше уже при помощи погружного блендера делаем эмульсию. Должна получиться однородная блестящая масса. Также переливаем ганаш в плоскую посуду тонким слоем. Накрываем пищевой пленкой в контакт с поверхностью. И также отправляем в холодильник на стабилизацию. Далее мы приготовим 2 конфи. Клубничное для клубничного печенья и малиновое для фисташкового. Готовятся конфи абсолютно одинаково. Посмотрим на примере малинового. Нам понадобится пюре малины без косточек, сахар, пектин энаш и лимонный сок. Половину сахара мы добавляем к пюре. Ко второй половине сахара добавляем пектин и хорошо перемешиваем. Пюре с сахаром переливаем в сотейник и ставим его нагреваться. Нагреть нужно, чтобы сахар начал растворяться. И затем при постоянном перемешивании венчиком постепенно всыпаем в пюре пектин с сахаром. Температура пюре на момент введения пектина не должна превышать 40-45 градусов. И нужно успеть ввести пектин до этой температуры. И далее при постоянном перемешивании доводим массу до температуры 87 градусов. Удерживаем на ней около минуты и затем снимаем пюре с нагрева. Добавляем лимонный сок и тщательно перемешиваем. Далее переливаем массу в чистую посуду, накрываем пленкой в контакт с поверхностью и оставляем охлаждаться и стабилизироваться в холодильнике. Точно так же готовим и клубничное конфи. И нам осталось приготовить очень вкусную, тягучую, сливочную, соленую карамель для потрясающего печенья с карамелью и пеканом. Рецепт этой карамели недавно вышел на моем канале. Ссылки на него я обязательно оставлю. А мы готовы приступить к выпечке печенья. Печенье очень хорошо охладилось, стабилизировалось. И я перед выпечкой еще по каждой печеньке быстро прошлась скалкой, чтобы сделать ее чуть более плоской и придать идеальную форму. Но в принципе это делать не обязательно. Во время выпечки печенье все равно примет нужную себе форму. Печенье перекладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Первый ряд печенья я буду выпекать без формочек, а остальные печенье помещу в формы. У меня это кольца для тартов диаметром 8 см. Я хочу вам показать, какими печенья получаются после выпечки в формах и без. Печенье ставим в заранее разогретую духовку. Температура выпечки 170 градусов. Выпекается печенье быстро. Его не нужно зарумянивать, оно остается слегка бледным. Выпекается около 12-15 минут. Ориентироваться надо по внешнему виду. Также будет зависеть от размера печенья. Итак, смотрим, что у нас получилось. Печенье, которое выпекалось без форм, получилось больше по диаметру, за счет того, что оно не сдерживалось рамками. И, соответственно, оно более тонкое. Печенье в формах получилось более высоким и оно толще. Также следует учесть, что печенье в форме по этой причине будет выпекаться на несколько минут дольше. Хочу сказать, что мне оба варианта понравились. Но все-таки оставшуюся партию я допекла в формах. После выпечки печенье очень нежное, переносить с противня на решетку для остывания его нужно очень аккуратно с помощью палетки или лопатки. И перед тем, как собирать его, нужно дождаться полного его остывания и для удобства охладить. А в это время можно подготовить начинки для сборки. Все наши начинки стабилизировались. И давайте посмотрим на текстуры ганашей. Ганаши после стабилизации стали плотными. Нам нужно их размять до кремового состояния и чтобы они немного отошли при комнатной температуре. Тогда они получатся пластичными, очень красивыми и очень вкусными. Перекладываем ганаши в кондитерские мешки. Наши ягодные конфи также стабилизировались и загустели. Их нужно размять при помощи вилки или лопатки до такого состояния джема. И тоже переложить в кондитерские мешки. Карамель в холодильнике загустела, стала тягучей, но при этом у нее нет жевательной текстуры. Она очень нежная и кремообразная. Ее нужно слегка разогреть в микроволновке, чтобы она стала удобной в работе. И также переложить в кондитерский мешок. Друзья, наконец мы с вами подошли к самой творческой, к самой увлекательной и к самой красивой части рецепта. Будем собирать наши безумно вкусные и красивые печенья и украшать их. Нужно подготовить сразу все необходимое. Помимо начинок нам понадобятся свежие ягоды, клубники и малины, свежая мята, печенье орео нарубленное на мелкие кусочки, у меня печенье шоколадное, жареный орех пекан и также я еще буду использовать сублимированную малинку. Начала я с карамельного печенья. Если карамель сильно теплая, она будет красиво аппетитно стекать с печеньем. Можно сразу убрать печенье в холодильник и карамель быстро стабилизируется. Пекан я предварительно обжарила на сухой сковороде, чтобы вкус и аромат стали выразительнее. Сочетание пекана с карамелью очень вкусное. Клубничное печенье это самая освежающая версия. Насыщенный вкус клубничной начинки в сочетании со свежей клубникой и листочком мяты это очень вкусно. Красный цвет печенья усиливает восприятие вкуса и дает прямой визуальный отсыл к содержанию. Фисташковое печенье с классическим сочетанием фисташка-малина это яркий, насыщенный вкус, а также аромат. И, конечно, очень красивый, привлекательный визуал. А ягодка свежей малины станет яркой завершающей ноткой. И мега шоколадное насыщенное печенье с глубоким, богатым вкусом и хрустящей текстурой в виде дополнения раскрошенного печенья Oreo. Это очень вкусное печенье, которое однозначно оценят любители шоколада и не только. При хранении в холодильнике печенье и начинки твердеют, а при комнатной температуре отходят. И скажу я вам, что обязательно находятся любители и тех, и других вариантов. Так что надо пробовать и выбирать на свой вкус. Эти четыре вкуса настолько разные, что выбрать фаворита очень сложно. Я всегда начинала с карамельного печенья. Муж сказал, что он сначала выберет свежие вкусы с клубникой и малиной. А дочка сказала, что самые вкусные печенья это шоколадные. Печенье можно готовить заранее. Основа без начинок хорошо хранится в холодильнике, в контейнере или в пищевой пленке. А собирать печенье с начинками уже можно по мере необходимости. Также печенье можно замораживать перед выпечкой, обернув хорошо пищевой пленкой и хранить тесто в морозилке. А доставать-выпекать по необходимости. Кстати, печенье очень вкусное даже без начинок само по себе. Друзья, на этом у меня все. Я, как всегда, вас всех благодарю за внимание. До встречи в новых видео. Пока-пока.